Привет-привет, это канал с самыми актуальными новостями из мира высоких технологий. В результате экспериментов ученые установили, что клетки могут передвигаться, контролируя свою жесткость. В этом им помогает белок миозин. Его, в свою очередь, приводит в действие протеин фасцин, который способен регулировать твердость как самой клетки, так и тех, что вокруг нее. В ходе исследования выяснилось, что при низком уровне фасцина растет активность миозина, из-за которого клетка становится жестче и медленнее. Когда уровень фасцина приходит в норму, действие миозина снижается, делая ее более подвижной. Движение клеток в организме происходит постоянно. Им необходимо заменять собой поврежденные ткани и органы. Без клеточной подвижности невозможен и процесс деления – цитокинез. Раковые клетки тоже передвигаются через кровеносные и лимфатические сосуды, образуя метастазы. По мнению доцента анатомии и клеточной биологии при Университете Айовы Тины Туттель, изучение механизма движения клеток поможет в создании новых методов борьбы с раком. «Если раковые клетки используют те же принципы перемещения, которые мы обнаружили в нашем исследовании, то можно уменьшить скорость распространения клеток, изменив ткани так, чтобы они не затвердевали при контакте с ними», – сказала она. Если видео было вам интересным, пожалуйста поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.